Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы в студии». Сегодня об итогах работы за 2017 год мы говорим с директором управления жилищно-коммунального хозяйства города Мирного Евгением Владимировичем Балдуевым. Евгений Владимирович, здравствуйте! Давайте с вами начнем с АЗОВ. Что находится в ведении управления жилищно-коммунального хозяйства? Наше жилищно-коммунальное хозяйство, непосредственно наше управление, оно исполняет функции такого хозяйствующего субъекта. Вся хозчасть городская, она относится к нам. Это благоустройство, это уличная дорожная сеть, это капитальный ремонт домов, энергосбережения, обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг. Это индивидуальное жилищное строительство. То есть достаточно широкие направления, которые видны каждому. Они все идут через нас, мы реализовываем программу, мы их формируем и исполняем, соответственно. Вы уже 4 года занимаетесь пост директора управления жилищно-коммунального хозяйства в АЗОВ. Какой интересный проект за это время вам больше всего запомнился? Какой вы можете выделить за эти 4 года? Объектов много было. Я же еще раз говорю, направления у нас разные, поэтому каждый объект по-своему был интересен. В каждом объекте, опять же, по-своему нуждались граждане наши. И поэтому что-то выделить отдельно я бы не мог, потому что, наверное, это было бы, может быть, и неправильно. Есть более яркие, нарядные проекты, такие как городской парк, есть менее видимые, но они, может быть, не меньше нужны, как капитальный ремонт дорог, капитальный ремонт домов. Поэтому каждое наше направление необходимо, и из запоминающегося, действительно, последний городской парк был. До этого мы занимались благоустройством скверов и площадей, начали мы с ботанического сада, храмовый сквер, газоны сели, тротуары строили, детские площадки первые. Особенно, когда пошли, когда мы начали настраивать работу, интересно было, сталкивались мы с недоработками, сталкивались мы с тем, что неэффективно, может быть, материал был подобран. Но сейчас мы эту работу наладили, и уже эти площадки строятся у нас по единому типу, и нормально все происходит. Поэтому что-то очевидного здесь я бы не стал выделять. Все у нас действительно требовалось, во всем нуждались, и завтра будет еще что-то новое. Поэтому... Вообще, как идет работа над проектом? Вот, опять же, вернемся к городскому парку. Как вот поэтапно происходит формирование будущего, так скажем, эскиза, проекта, уже когда вы непосредственно к работе подходите, переходите, да? Кто в этом задействовал? Здесь необходимо... Сначала мы определяем вид и состав, что мы хотим видеть, конечный результат, какой бы мы хотели бы получить. И потом уже мы коллегиально на совещаниях с управлениями разными администрациями этот момент обсуждаем с заинтересованными лицами, и уже приходим к единому мнению. Когда нам это надо? Как это будет делаться? И после того, как мы определим для себя дорожную карту, так сказать, сейчас такое модное слово, мы уже тогда вот эти детали по проектированию, технические моменты мы уже отдельно разбираем и строим. В общем-то, ну, ничего здесь сверхъестественного сложного нет. Главное найти взаимопонимание всех, всего коллектива и уже выдать нужный результат. Ну, работа творческая. В том числе, конечно, по городскому парку в том числе, да. Вообще, сколько эскизов было первоначально и проектов, которые потом вот в единую такую линию создали, в единый ансамбль получился? Разные варианты. На самом деле, это хорошо, когда есть чего выбирать, там, плюсы-минусы, что это все было не скупо. Рассматривали направления разные, в том числе и по освещенности парка, и по его благоустройству, по очистке, по озеленению. Потому что пришлось нам пожертвовать зелеными насаждениями, которые там не давали просто света в городском парке даже. Поэтому потом дорожку мы строили, опять же, много обсуждали, как она должна выглядеть. Спортивные элементы, покрытие. То есть, все это обсуждалось, все плюсы-минусы мы расставляли по местам и выбирали то, что было бы интереснее. Вот сейчас, на следующий год, рассматриваем закупы и приобретение карусели. Как раз выбираем сейчас место, опять же, совместно мы комиссионно, несколько управлений туда выйдем, определим, где это будет находиться, в каком участке парка. Эскиз у нас, опять же, уже сейчас есть, мы подобрали такой тоже яркий, нарядный, красочный. Будем закупать, будем ставить, дальше еще будем родить. Вот входные группы мы не доделали, потому что мы сделали сходни, да, еще осталась архитектурная часть, то есть, должны стоять колонны, так же мы их доделываем. Не можем мы добраться до ограждения городского парка, все идем вовнутрь. И пока каждый раз об этих ограждениях мы беседы ведем, мы их сделаем. Вот пока основной упор сделали, чтобы внутреннюю начинку обеспечить. Вот сделали в этом году стоянку, огородили ее. Такой объект построили, как площадка для дрессировки и выгула собак, осветили его. Поэтому парк развивается, он и будет развиваться, будет очищаться, развиваться, новые элементы дополняться в нем будут. Возможно, там появятся элементы еще и для подростков, не только для маленьких детей. Поэтому здесь сообща проходят все эти мероприятия. Вот вы как главный человек, так скажем, по благоустройству города, да, вот вы выходите с утра, идете на работу. На что чаще всего вы обращаете внимание, вот как вот человек, занимающий такую должность? На самом деле, вот уже до такой степени взгляд выбирает все недочеты. Допустим, недочеты в работе техники ночью, когда она очистила, недочеты в уличном освещении, там, допустим, сбитые, поврежденные какие-то элементы, дорожные знаки, светофоры. Знаете, ну, вот каждое, что выделяется из нормальной обстановки, оно сразу, его сразу видно. Допустим, кто-то другой это не замечает, для него, кажется, это в порядке, а здесь это все буквально сразу не уходит из гра здоровья. Приходится тут же настраивать работу, принимать меры и что-то менять, вплоть до того, что тут собак отравливаем, да, там. Вот, мусор, грязь, безобразие какой-нибудь, утечка какая-нибудь из сетей инженерных, ну, вообще все, все. Надпись та же на столбу, объявление бывает, что у нас, да, приезжают продавцы чего-либо наклеивают объявление, то-то прямо в глаза бросается, потому что это непорядок капитальный. Поэтому ничего не уходит, на самом деле. Такой профессиональный взгляд на все, да? Да. Ну, уже с годами сложилось, раньше такого не было, конечно, с годами, потому что замечаешь, что что-то, что-то есть, того, чего здесь не должно быть, и оно прямо ярко выражено. Какое самое яркое событие уходящего года вы можете выделить? Может быть, их несколько было? Что вот сделали? Что еще может быть на 2017 год? Вот, может быть, оно не столь яркое, но оно обязательно, мы давно об этом говорили, люди очень часто к нам обращались, и мы в этом году закончили строительство пункта передержки собак. Мы со следующего года хотим его запустить, и уже надеемся, что в первом квартале мы начнем там этих собак передерживать. По 10 дней у нас на 864 собаки максимально этот пункт передержки рассчитан, и мы все-таки надеемся, что он будет работать. Еще есть событие. Мы наконец-то перешли на учет воды в частном секторе. Мы поставили туда кубовые с электронным считалетем воды, и каждый житель может заплатить и спокойно пользоваться. Мы переходим на это, мы меняем старые кубовые, которые пришли в негодность, которые, в принципе, с момента их строительства никто не обновлял, никто не ремонтировал. Поэтому сейчас их назначено наше коммунальное предприятие, в хосведе не находятся они там. И поэтому мы сейчас к этой работе приступили, приступили несколько лет назад, но вот в этом году доработали оптимально состояние этой кубовой, и уже запустили карточную систему. Это очень важный шаг с нашей стороны. Строим мы, вот в этом году закончили мы благоустройство первого квартала, то есть запустили последний дом в эксплуатацию девятиэтажный, построили там спортивную площадку, закончили вторую часть работы по благоустройству, то есть стоянки газона. На следующий год мы еще планируем озеленить газоны, и, в принципе, вот этот квартал будет у нас полностью готов, и уже там ничего дополнительного делать не надо будет. Ну, вот такие объекты. А вообще в каком режиме будет работать, вот как раз пункт передержки домашних животных, то есть вообще как это будет работа организована? Они какое-то время будут расстеживаться? Будет закреплено предприятие, сейчас мы определяем схему по итогам конкурса, либо аукциона, будет осуществляться годовое обслуживание, производится отров гуманный, туда собака будет привезена, соответственно, зарегистрирована, посажена в вольер, и 10 дней будет осуществляться передержка. Также участие будет принимать служба ветеринарии, которая будет осматривать ее, выявлять бешеная, не бешеная, и, соответственно, ее стерилизовать. Это требование закона Республики Саха-Якутия, такой порядок, поэтому мы его и будем соблюдать сейчас, со следующего года. И это даст шанс собственникам собак, которые потеряли своих собак, в течение 10 дней найти их, да, если это охотники их отравили, найти их и забрать. — Какие проблемы, с какими проблемами сталкивались в выходящем году в управлении жилищно-коммунального хозяйства? С чем это было связано? Вообще были ли проблемы? — Знаете, честно говоря, все проблемы рабочего характера, они решаются, это не самая важная часть. Мы не первый год работаем, знаем, что делать. Самая главная для нас проблема остается, это недобросовестный подрядчик, понимаете, в чем дело. У нас сроки очень короткие, лето предельно короткое, то есть работ хочется выполнить много, но если попадается подрядчик недобросовестный, затягиваются сроки, и, соответственно, уже порой не хватает времени для того, чтобы второй раз объявить, привезти сюда материал и сделать. И вот это наша самая большая проблема на сегодняшний день. Все остальные текущие вопросы, они решаются, ничего там страшного нет. — Вот одно из направлений благоустройства — дороги. Сколько в этом году отремонтировали метров, да, каким кварталом повезло больше, с какими подрядчиками работали, что планируете как раз отремонтировать на следующий год, какой квартал? — Ну, мы в этом году хорошо поработали, мы практически 30 тысяч квадратных метров сделали, здесь и администрация Миринского района участвовала, софинансирование, и внутриквартальные территории мы делали, и выполняли работу по формированию комфортной среды, когда также софинансирование у нас было из республики, вот и наши участки. Ну, по участкам, если взять, мы, наверное, охватили каждый квартал практически. Мы зашли в газовик, в газовике сделали асфальт прямо до базы, до общежития, придомовые территории там сделали. Мы асфальтировали в девятом квартале, мы асфальтировали в одиннадцатом квартале, вот, в третьем квартале. Поэтому охватили максимально то, что могли сделать, и, слава богу, подрядчик — это МОАТ-акционная компания, у них были свои технические там неполадки, остановки, но они успели, и важно, что мы эту программу завершили и полностью освоили средства, в том числе и федеральные средства. На Заречном мы сделали, мы сейчас сделали улицу Куницына, улицу Соболева, в том числе, вот, сейчас открывается детский сад, там, на следующий год мы планируем сделать остановочный карман, там, поставить остановку. Поэтому по городу мы захватили достаточное количество участков, там, более двадцати пяти, где-то меньше, где-то больше, но то, что мы планировали, самое важное, что мы его сделали, и асфальт весь положили. На следующий год мы хотим все-таки уйти немного с центров в частные сектора, мы хотим продолжить работу на Заречном, там давно требуется асфальтировать грунтовые дороги. Мы хотим уйти в девятнадцатый квартал, мы начали эту работу в этом году, видите, само-сво, вниз съезды сделали до улицы Гагарина. Это еще какие плюсы приносит грязь вся, которая несется, да, с частного сектора, она остается там на асфальте, она, да, не доходит до центральных улиц, поэтому мы там дальше в следующем году продолжим асфальтирование, посмотрим, какие первоочередные улицы, но пока мы планируем сделать улицу Бабушкина, а там уже от наличия средств мы будем смотреть дальше. Не так давно в расчетках варплаты появилась статья «Капитальный ремонт». На что тратятся эти деньги, как формируются эти списки, вообще каким-то образом собственники жилья могут подвинуть очередь? Ситуация следующая. Стоимость платы, она определена, определена на уровне республики, она обязательно для всех, не платят только те дома, которые с момента ввода в эксплуатацию не достигли пятилетнего срока, те собственники не платят. И вот эти все средства, которые, да, аккумулируются в фонде капитального ремонта, они непосредственно сюда и приходят на капремонт. Вот мы в этом году, у нас 16 домов под ремонт стоят, причем стоят не просто по отдельному конструктиву элементу, а в целом, то есть там сразу выполняется ремонт и кровли, и инженерных сетей, и фасады, и фундамента. На следующий год 39 домов таких будет. Ну, опять же, вопрос, да, я понимаю, что жители сейчас скажут, есть вопросы подрядной организации, и у нас они есть, и мы с ними постоянно ведем наши претензионные работы, мы до последнего не принимаем эти работы как со стороны муниципального образования. Если есть какие-то, мы, значит, по гарантийным обязательствам принуждаем, вынуждаем это делать. Но самое главное, что работа идет, основную часть денег компенсирует все-таки республиканский бюджет, потому что минимальная ставка, которая сделана, по которой люди платят, она, конечно, предельно низкая даже, взять, если в целом по стране. Поэтому источник финансирования, слава богу, есть, и мы, по крайней мере, можем заходить и такой большой объем работы выполнять. На следующий год 39 домов, это на самом деле очень весомо, это надо смочь и успеть выполнить. Год короткий, период рабочий небольшой. Поэтому прошу всех все-таки оплату производить. Это дело обязательное, дело важное, и каждый должен в себе такую гражданскую ответственность проявлять и знать, что эти деньги пойдут действительно на ремонт дома. Спасибо. Какие крупные проекты по благоустройству города, может быть, по капитальному ремонту, столицы Алмазного края вы планируете в будущем году? Может быть, начать, может быть, продолжить? На следующий год мы планируем один из крупных проектов. Это мы хотим сделать тротуар, приступить к устройству тротуара от улицы Амосова вдоль улицы Индустриальной до ТЗБ, потом дальше до моста через Ирилях, и хотим потом закончить на Заречном, на улице Соболева, для того, чтобы можно было спокойно дойти с Заречного до этого, потому что там невозможно ходить, в принципе, вдоль дороги, дорога узкая, неосвещаемая, опасная. Дальше мы хотим строить уличное освещение, продолжать строить, как мы делаем не первый год, в том числе и частично осветить Заречный. Мы сейчас забираем уличное освещение, которое раньше находилось в концессии западных электрических сетей, все-таки это не свойственная им работа была. Это, опять же, 19-й квартал, это Заречный, это Верхний поселок. Мы хотим забрать и уже на постоянной основе приступить, обслуживать, восстановить и содержать вот это уличное освещение для того, чтобы создать более такие комфортные условия и безопасные для нахождения там людей. Дальше мы планируем, опять же, за счет работы с индивидуальным предпринимателем сделать спортивную площадку в поселке Газовиков. Отдаленный район, к сожалению, там одна детская площадка, и то маленькая, поэтому мы хотим полноценную спортивную площадку там сделать. Запустим, я еще раз говорю, пункт передержки домашних животных. В городском парке мы будем продолжать работу, мы его не оставляем. То есть, как мы начали эту работу по его развитию, то мы эти планы не оставляем без внимания. Хотим сделать водовод туда для того, чтобы своевременно поливать. Сейчас много зеленых насаждений, садим цветов. Туда сделать водовод, сделать водовод на Вилюцкое кольцо для того, чтобы нам удобно было работать. Продолжим асфальтирование, продолжим капитальный ремонт придомовых территорий. Надеюсь, на следующий год также будет софинансировано у нас по программе формирования комфортной городской среды. Продолжим работу по замене бордюрных камней по городу. Ленинградский проспект, с одной стороны, прошли, на вторую сторону пока денег не хватило, поэтому на следующий год центральная улица хотим сделать. Заказаны у нас проекты сейчас на капитальный ремонт дорог. То есть, мы решили не просто асфальтировать, а через проектную организацию выполнить полный проект на капремонт. То есть, это с газонами, с карманами, с перекрестками, с тротуарами. И вот три улицы мы сейчас проектируем. Это Ленинградский проспект, Комсомольску и Аюнского. Надеюсь, что к весне следующего года подрядчик не подведет и сделает эти работы. Развивать мы будем поселок Аэропорт. Мы хотим раз и навсегда уйти от непостоянного горячего водоснабжения. Там сейчас работает у нас нефтяная котельная ПАКУ. Старый очень объект, который нам был передан как безхозяйное имущество. И там есть еще электробойлерная. Поэтому мы хотим уйти от этого. В следующем году мы начинаем мероприятие по технологическому присоединению, по закупу теплового пункта, для того, чтобы получали люди тепло централизованно от котельной СВК. И горячая вода тогда у них будет. Но это будет, скорее всего, завершение в 2019 году. Но начнем мы в следующем году. Это очень такой серьезный и важный проект. Дальше по городу все-таки стоит вопрос о работе регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Он у нас уже выбран. Это предприятие ОМПЖХ. И с 1 января 2018 года он начинает работу. Параллельно администрация Миринского района сейчас ведет работу по определению нового полигона. Место нового полигона предварительно нашли. И сейчас будет строиться работа на то, чтобы его создать, его также запроектировать и запустить. Это, конечно, дело не одного года, но со следующего года это все начинается, все это будет исполняться. В целом остальные более мелкие. Опять же, при наличии средств хотим мы приступить к покраске фасадов. Дальше, хотим мы и планируем, и будем выделять деньги на капитальный ремонт подъездов, на косметический ремонт, потому что эти мероприятия программу фонда капремонта не вошли, потому что, как объясняет наше законодательство, что капремонт подъезда это все-таки создание комфорта, а никак не обеспечение безопасности, потому что в первую очередь капитальный ремонт направлен для того, чтобы дом устоял, для того, чтобы инженерная система работала в порядке, а здесь вроде как уже создание такого собственного уюта. Поэтому здесь мы пошли таким путем, мы хотели бы, наше обязательное требование, это наличие старшего по каждому дому, это участие в софинансировании жителей, участие в софинансировании управляющей компании, и, соответственно, мы со своей стороны также софинансируем и будем выделять деньги. На следующий год у нас объявлен главой города год гражданских инициатив, поэтому хотели бы мы, чтобы люди наши больше участвовали в жизни города, то есть непосредственно принимали со своей стороны участие, были активными, и, скорее всего, это выльется к тому, что они потом будут более бережливыми. Вот у нас такие проекты будут разрабатываться, мы готовы пойти навстречу, мы готовы будем софинансировать эти работы, привлекать, в том числе мы привлекаем сейчас школьников, студентов, не первый год, а на работу в городском парке продолжим мы это. И в следующем году у нас проводится будет конкурс «Мой двор, мой подъезд», как обычно. Да, и по пункту передержки собак мы тоже проводили беседу с организацией, которая изъявляет желание заниматься, в том числе с привлечением волонтеров, для того, чтобы осуществлять помощь по передержке этих домашних животных. Хорошая инициатива. Ну вот, уважаемые телезрители, на этом мы заканчиваем беседу. И напоминаю, что сегодня мы разговаривали с директором управления жилищно-коммунального хозяйства города Мирного Евгением Владимировичем Балдуевым. И в конце я хочу резумировать и сказать, что в будущем столица Алмазного края будет еще краше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА